Вот это по-любому должно быть весело. Когда вы последний раз были за границей? Давайте сначала учаться, просим. Что, реально никогда? Давайте так, давайте проведем опрос. Модератор, можете опрос? То есть, были ли вы когда-нибудь за границей? Под за границей я подразумеваю Европу. То есть, другие страны СНГ не считаются. То есть, если вы были, например, в Казахстане, ну, это не считается. Вот, потому что разница невелика. Я имею в виду какие-то другие страны. Не СНГ, за границей. За границами СНГ имеется в виду. Вот, были когда-нибудь или нет? Давайте. Опрос. Так, нихуя у меня богатые, что ли, в чате сидят? Аж 43% были за границей. Ну, это пиздец. И при этом подписку даже купить не могут за 100 рублей. Я в ахуе. Я в ахуе. Турция? Бля, ну Турция-то почти СНГ. Одно и то же. Не, ну ладно, Турция считается. Ну, хорошо. Но, тем не менее, 56% никогда не были за границей, блядь. Ну, тут может быть по несколько причинам, скажем так, да. Первая причина, это то, что вы еще слишком юны для путешествий за границу. И родители вас еще пока никуда не возили. Вот, это первая причина. А вторая причина, возможно, банально отсутствие возможности денег. Или там отсутствие того же времени, да. Не обязательно же с деньгами проблемы. Может, времени нет. Ну, чаще всего нет денег, правильно? Ну, вот в чате пишут, нет денег. Понятно, блядь. Да. Это, конечно, грустно. Я всем желаю, ребят, хоть раз в жизни побывать за границей. В особенности в Европе, несмотря на то, что сейчас как-то, знаете, везде вам рассказывают, что Европа это плохо, ужасно. Нет, ребят, попробуйте там хоть один раз побывать. Рекомендую Голландию, Чехию. Рекомендую Голландию, Чехию. Италию. Про Америку ничего говорить не буду. Это слишком тяжело. Вот. А, блядь, сейчас же еще с этой Европой тоже. Ну, я имею в виду визу, там так же непросто получить. Ёб твою мать, блядь. Какая хуйня. Короче, аноним, спасибо тебе за 200 рублей. Пожалуйста, модераторы, разваньте, кого он попросил. Были за границей. Ээээээ, никогда. Вот это хуёло, когда чел уже полтинник, а он и никогда не был за границей. Это, конечно, такое. Я тоже не был, и ничего там делать, говорят. Все там плохо прогнилось. Я думаю, там нормально набрать все. Ничего себе. Удивительно. Там говорят одни трансформеры, да, что-то там прогнилось, все уже. Телевизор-то я смотрю, если честно. Одни гетеросексуалы, блин, ужас. Смотри больше телевизору. А вы телевизор не уважаете? Хочешь дезинформацию, смотри телевизор. Да, смотри телевизор. Это... Хуйня. Плохо. Ну да. Угу. Вы телевизору где-то смотрите? Нет, наверное, не выйдет. Да, да, да. Да, да. Пускай яму делают, поехать, смотрите. Да, 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 да. Российский фонд и след... Ебать, плащ! В следовании общественного мнения меня, конечно, удивляет. Оказывается, они этим летом проводили опрос, из которого стало известно, что 70% россиян никогда не были за границей. Да чё пиздишь? Не 70, а 54. По опросам моего чата. Я не понимаю, где они эти опросы проводят. Почему-то вот у меня... А, ну блять, у меня же не все из России. Ой, да ну нахуй! Ёб твою мать. Классно. Хуя. Вы чё гоните? Вы чё гоните? Какие 70%? Вот я, например, за свои 35 лет в каких странах был? Я был в Твери. Хе-хе, ебать. Нормально. Ахуйня, ха-ха-ха-ха-ха-ха. По понятным причинам. Чего? Нет. Тайминг. Чего? А, я переезжал в Питер, чтобы гонять за границу. Ахуй меня. Алина Арч. Ну, зато у тебя останется больше денег мне на донаты. Чекни этот видео с... Там экшена как у Артема Вульфа. Короче, он депутат, он разоблачает фальсификаторов на участке. Полиция, как всегда, беспределят. Может быть, когда-нибудь чекну. Спасибо тебе за 150 рублей. И Альфа-Вет. Спасибо тебе тоже за донат. Так, ну давай уже. Давай, давай, давай. Когда вы... Поехали. В каких странах вы побывали за жизнь? Ни в каких. Когда вы последний раз были за границей? Я вообще не был за границей. Ни разу? Ни разу. А что за привычка такая, кстати? Вот я заметил у некоторых людей, они отвечают и смеяться начинают. Такой смех какой-то истерический. Я ни разу там не был. Да вы знаете, у меня нет денег. Типа, чел. Или там, знаете, он подходит с вопросом. А как вы думаете, что в будущем будет? Хорошо или плохо? Да все будет ужасно. Блин. Ой, какой вопрос интересный. Попробуй сейчас спроси. Сейчас обуваешь там. За границей. Защитная реакция. Если мне легко считаться за границей, значит часто. Когда последний раз вы были за границей? Я вообще не был. Я никогда не был. Побежал, блядь. А за границей? Почему? Вот денег нет. Вот-вот, буквально то, что я сейчас и говорил. За границей не было. Денег нет. Спасибо за переподписку, Азгинс. Бомбита, спасибо. Эрт Хлукас, спасибо за подарочную. Тим Бетнарский, спасибо. Гарсия Фурейбер, спасибо. И Пашка Техник, спасибо. Дашочек, спасибо тебе за подарочные подписки. Ты нечего там делать, скажу я. Ну, правильно. Я тоже там не был. Вот и когда в армии служил? В Германии. Все. А почему больше не ездили никуда? В армии в Германии служил? А потому что финансов нет. Деньги есть. Как же нам сейчас не по карману, да и нечего там делать. Бля, хочу такую же башню на голове. Лучше России нет. По факту. Я разобью сейчас тебе все на свете. Вот так вот. Че? Я же подошел, спросил у вас. Все. Все в порядке. Спасибо. Я у бабушки на грядке. Очень давно. Сколько? Лет пять назад. А где были? Я не помню точно. А че это как вообще? Ты где-то был за границей и не помнишь где пять лет назад? Ты шо там делал? Как можно забыть и, блядь, место где ты был? Давненько было. Давненько пять лет! Подожди, я... Вообще ни разу не были. Ну, давно-давно в Болгарии. А чего там делали-то? Отдыхали. В 86-м году. И уже там... В те времена уже так все плохо было. Нет, хорошо было очень. Два года тому назад. Где были? В Узбекистане. А в какой стране еще хотели бы побывать? В стране? Да в любой. В Иран хотите? Блин, я тут... Мужик черепаху какую-то напоминает. Не знаю, почему-то на черепашку похож. А, отличный никнейм. Спасибо за переподписку, я спермоглот. В Иран? Даже не мечтал нас удовольствием бы съездил. Куда? Ни возможности. Хуя здоровый, блядь. Времени нет. И в финансовом плане. На данный момент какую страну хотели бы посетить? Там, не знаю, отдохнуть. Я об этом не задумывался даже. Понимаете? Из-за именем финансов, посещение какой-то страны, можно думать. Работать надо было. Да? Да я всю жизнь работал. И неплохо вроде бы как. Ну? Увы. У нас государство такое, что приходится жить. Так. Очень тяжело. Чего там дед говорит? Когда последний раз вы были за границей? В 90-м году. А в какой стране? В Германии, в Польше. Ну, что вы там делали? Хулиганили. Убери, я тебе говорю. Ой, давно это было. Где-то в 80-х годах. 982-й, по-моему. 982-й? Да. Да, давно. А где это было-то? Это было в Германии. Да что, блядь, они все в Германии-то забыли. Германии? Да. Ну ладно свистеть-то. Почему? Потому. Несколько лет назад. А где были? В Абхазии. Не такая уж... А нет, подождите, я была в Беларуси. Ну, тоже недалеко за границей. Я бы хотела во Франции побывать. Все, кто не сибул. А в какой стране еще хотели бы побывать? Я много дней не был. Везде хотел бы быть. А что? Да я вообще не ходила, не езжила. А это кто у вас? Собака. Собака? Собака. Что это за... Вы видели лицо собаки? Мурда, блин. Я только служу в Германии и все. Больше не было. Опять Германия. Что-то странно. Дартанет, спасибо за 200 рублей. Вернулся с Турции 16 дней назад. Верните обратно, пожалуйста, я в Россию по ошибке попал. Ты что? Я не понял. Русофоб, что ли? Спасибо тебе за 200 рублей. В Турции. А какую страну хотели бы еще посетить для отдыха? Ну, много желаний есть. Сейчас в Иран можно. В Иран? Ну, пока не позволяют средства. А, то есть только в этом проблем. Когда последний раз... Сос? Вы были за границей. В 80-м году. А где? В Германии. Да ёб твою мать. Хе-хе. Как там, насколько в Германии-то все хреново? В то время все хорошо было. Лучше, чем в Союзе было. В то время. Вот, 6 лет назад. А где были? В Испании. А че не в Германии? Дэд Китти, спасибо за новую подписочку. Чего вы там делали-то? Отдыхали. Хуя. Пишите, насколько там вообще все плохо. Ничего. Почему плохо? Насколько там прогнило, я не знаю. Куда прогнило? Туда вниз. Насколько там деградировала страна? Ничего подобного, все хорошо. Каташка арестуют. Я вообще... Хе-хе. Хе-хе. Чистец. Хе-хе. Ни разу не было. Вообще ни разу не было. Я тоже. И дальше... Это... В смысле? Что делать-то? Так вот именно что там делать-то. Ой, блядь. Кошка, засранка. Спасибо за переподписку. Смотреть, как там все... Бля, я надеюсь, вы живете не по такому принципу. Типа, ну... Не был, ну и не надо. А че там делать? Не знаю. Надеюсь, у вас есть хотя бы... Какое-то... Стремление к тому, чтобы... Ну, хоть на недельку куда-то скататься. Посмотреть на мир. Другой. Внешний. Не сидеть на месте. Там, не знаю. Я вам скажу так. Если бы я, например, так и не съездил бы за границу... Не, если бы я так бы и не выехал за пределы своего Новокузнецка... Я бы, наверное, уже давно... Умер. Вот. Причем я серьезно. Это сейчас говорю. Я бы, вероятнее всего, спился нахуй. Ну и... И умер. Как результат. Алкоголизма. Вот. Но стоило мне выехать за пределы Новокузнецка, я понял, что... Ебать. А Москва... Это такой крутой город. Бля, надо переезжать. Пиздец. И я тогда переехал. У меня прям мотивация появилась. Жить. А когда я побывал... Не, когда я переехал в Москву, а потом решил... Впервые съездить за границу, я такой... Ебать. А Москва это хуйня, оказывается. Оказывается, есть места куда интереснее. И это я тогда в Черногорию, блядь, съездил, чтобы вы понимали. Не самое крутое место. А потом я в Европу ебанул. В Голландию сразу. И тогда-то я понял, что... Ебать. Какая там нахрен Черногория? Какая там Москва, блядь? Тьфу, ёптвою мать. Вот где жизнь. Голландия. Амстердам. Заебали психопаты на улице. А это Америка, вот пожалуйста. Слышите, блядь? На дорогах сумасшедшие какие-то. Вот. А потом, когда я, естественно, в Америке побывал, я понял, что Европа и всё остальное просто... До свидания. Да иди нахуй, конченый! Бля, вы слышите? Вот ебанутые просто за рулём. Вот что у него, блядь, там происходит такое в жизни, что он сидит и... Ииии, 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 блять, конченый. Чтоб у тебя рука нахуй отвалилась, дурачок. Это просто пиздец. Кипятся, что ли? Я не собираюсь туда никогда ехать. Да. Я была в Германии. Да, блять. Ну, какими-то людьми там, какими-то не такими вам показались, что они какие-то... Не показались, нормальные, добрые люди. Хорошо отдохнули. Может, какие-то трансформеры там ходили? Никакие трансформеры не ходили. Я успела еще застать советское время. Да, то есть я работала на заводе, и поэтому ездила в командировке. А в Германии у меня живет дочь, и я была там на свадьбе. Как там они? Совсем уже загнили там они? Это было в семнадцатом году, у них было все замечательно. Ну, а сейчас? А сейчас-то все. Наверное. Не знаю, сейчас они получили квартиру... Вернее, купили квартиру. Ну, в Германии был. Да, блять, заебали. Ну, немецкий след. Ну... Че-то... Ребята! Все старики были в Германии. А, да? Подожди, ну Калининград же вроде не настолько плохой. Блять, сука. Да, блять, у меня союз падает. Не настолько же плохой вроде город. Ну, в сравнении с того Кузнецком, например. Спасибо за донат. Шайзы. Как вы думаете, могу я вот такой материал выложить на все обосрение? Почему я должна их хаять-то? Вы че хотите, чтоб я их обхаяла? Так я уж не знаю, чего говорить-то можно. Да, хочу нормальная страна, мне бы не понравилось. Я бы мы были в Египте, мне хуже понравилось в Египте. Хуже понравилось. Дальше что? Ничего. Ничего, как там на огороде-то дела? У меня все хорошо. Четко? Четко. Видоры выросли. Заготовки сделала, полный подвал. Так что мне это самое, как ее картошку привезут из деревни, голодать не будем. Заебись. Да. Байден. Вот мы будем, блядь, этому байден. Нахоль. Ой, блядь. Бля, сука. Че, блядь. Отдыхай. Не понял. Что за хуйня? Че, блядь? Новый ведущий. Я думаю, теперь они будут даже бояться отвечать на какие-либо вопросы. Да, прикольное видео, прикольное. Ничего. Планку держит, скажем так, хорошую. Мопс Шевцова, 100 рублей. Москва не Россия, как говорится. Да Москва-то это Россия. Вот, как раз таки. А вот все, что за пределами Москвы, это вообще непонятно чего. Ой, бля. Ахм.